друзья всем привет возможно от меня прозвучит странная фраза как от человека который постоянно выбирает автомобили но скажу вам по секрету крашеная машина это далеко не всегда плохо дело в том что очень много комментариев формате почему ты придираешься к покраске автомобиля да я объясню почему потому что фрагменты видео это большая часть того что вы видите то что должно идти для заказчика это видео смотрит человек который непосредственно выбирает этот автомобиль то есть заказчик всего этого действа и мне важно показать ему что именно какие элементы крашены где крашены насколько крашены насколько качественно большинство моментов камера просто не может уловить и приходится это объяснять дополнительно словами а плохо ли вообще понимание крашеный автомобиль давайте сейчас разберемся петровка киев ново открывшийся автосалон там стоит honda pilot с пробегом в 70000 я сразу парню сказал что еду в роли эксперта осматривать автомобиль поэтому не рассказывайте варианты не бит не крашен имеем по моему 70000 пробег ответ на вопрос что с автомобилем ответ простой под крашен капот крыло передняя дверь силовые элементы не зацепила подружки подружки подушки не стреляны поэтому едем на осмотр следы подмятости у него видны и плюс он покрашены его даже вот эта штука загнута ай не видно отсюда камера вряд ли увидит ладно смотрим глубже надо смотреть на яме ну то что он зажмаканный я не вижу то есть более-менее живой более-менее нормально да был слегка чуть-чуть выровнен плюс сломано крепление по фильтру как более-менее ровненький реально ровненький реально хорошенький ну почти правда газом подванивает что-то за установка такая официальной версии это какой-то какой-то голландец а воняет как будто бы украинский ланос многие люди очень боятся крашеных автомобилей первая причина это то что может быть некая четвертная варка некое понимание того что автомобиль из кусков собран в общем страх и этот страх заставляет людей искать автомобили те которые не крашеные но на самом деле все далеко не так печально как многие люди себе думают все отлично за исключением вот этих вот вещей которые уже начали подрываться и плюс тут именно здесь значение не мерил но предполагаю что здесь да нет шпаклевки здесь немного видать покрасили не очень хорошо еще одна причина почему люди не хотят крашенный автомобиль покупать это потому что со временем краска вздувается и и подрывает получается всякие сначала виде как паучки такие кто прыщи их называют кто паучки кто как неважно краска вздувается лопается пузырится и все это опять таки из-за того что плохо прогрунтована или же где-то под краской пошла пробиваться коррозия то есть вот здесь вот много шпаклевки здесь был замернут к завернут капот джесси автомате в стекло него стоит наш поклевки на этом капоте дофига дофига и трошки и плюс вот эта дверь она вся крашеная а задняя что-то какой-то стремный на пыл у него и задняя тоже крашеная да значит вместо того чтобы вместо того что имеем капот а сказали подкрашен крыло и дверь имеем вся левая сторона без заднего крыла и левое переднее крыло плюс уже начинает тоже отслаиваться от некачественного ремонта еще одна неприятность которую боятся многие это то что лак трескается отрезкается лак в основном из-за того что много идет отвердителя и это тоже является некачественным ремонтом по лайту не пробивается нет дтп по лайту я к тому что дтп по лайту и не пробивается по значениям сейчас я все транспортирую пока он читает окей да сейчас построили степень из америки а правое крыло то есть это совсем не заводские значения и так ну заявлено тут тоже прошло уже вижу же вижу ну и самое главное как клиент ваш я могу вам сказать это да машины машины я машине скажу как есть я 4 5 невозможно я ее просто только недавно сейчас ну да джекпот это далеко джекпот джекпот это тогда когда не битая машина когда она они сейчас все битые даже новый салон бывает такая что я покупаю машину прийти к пилотке по крыло то еще что то ну возможно где то оно и так я же видел что сейчас продают какие есть пилоты не с пилотами да согласен может быть а можно когда там делали то последнее пробеги 45 до 45 это плюс-минус я думаю что плюс-минус это где-то полтинник я просто вижу что последний раз обслуживалась коробка 21000 назад и это точно не здесь но смысле не не в этой книжке пока не получается вы поздно человеку скажите что если машина интересна там буквально говорю просто как есть до пятницы и уже не будет у меня просто интуиция ну давайте так то есть в принципе если интуиции гонки я в принципе тогда отхожу от этой машины не буду смотреть я вот на меня от давить смысла в принципе нет вы за последние десять минут уже четвертый раз мне говорите о том что если нет то машина продастся. Продастся и слава богу. Мне лично мне лично больше... Я говорю вам как есть. Мне лично больше интересно. Вы заявили, что... Я скажу вам, раз на то пошло, мне все равно возьмете вы или нет. Окей? Я говорю вам про просто правду. До пятницы ее не будет. Но машину. Я вам говорю просто человеку, если интересно, до пятницы есть время. Я постараюсь. Если у автомобиля целый кузов, не бойтесь крашеных элементов там, где нет внешней среды доступа. Я имею ввиду, двери не страшно. Они снаружи сделаны хорошо, а внутри дождь не попадает. Там, где есть воздействие внешней среды, назовем это так, соли, дождь, песок, прочая штука. И некачественный ремонт в совокупности делают коррозию и убивают эти элементы. Вот это вот, друзья, очень плохо. В результате ремонтных работ нарушается лакокрасочное покрытие и с одной, и с другой стороны. Маляра дальше что делают? Они делают внешнюю часть автомобиля. Те, которые не все, но неосознанные. Сейчас мы говорим о недорогом ремонте. Да, выготавливают, да, наносят шпаклевку. И вот здесь вот, так как заказчик кричит, мне давай срочно надо, надо уже ездить, надо что-то делать, что так долго делаешь. В общем, всегда есть какой-то залет. И потом начинаются гонки в виде того, что нужно быстренько все это сделать и не дают высохнуть полностью шпаклевке. Шпаклевка когда высыхает, она дает усадку. И потом появляются такие пятна. Со временем, не сразу, когда она проседает, появляются пятна. И это плохо. Очень часто не грунтуют. Просто наносят краску, сверху наносят лак. Выглядит все хорошо, выглядит замечательно, но нифига ненадолго. Потому что такое это всегда отслоится вспузырится, пойдут паучки, пойдут вздутие. Изначально я думал здесь только левая сторона крашеная, но приглядевшись вижу, что там еще и правое крыло крашено. Очень хорошо, очень качественно. Я не увидел с первого раза, но в принципе качественно. Значит из минусов сразу то, что бросается в глаза, придется полировать пары. Вот. Потому как они здесь повыгорали. Капот здесь нормальный. Так, ладно, сразу по показателям для акта осмотра. Тут везде все хорошо, везде все ровненько. Напоминаю, что 140 это еще абсолютная норма для этого автомобиля. Ребят, сразу хочу уточнить, что машину мы смотрим нормально, машину мы смотрим полностью. И при необходимости загоняем ее на официальное СТО, точно так же мы смотрим машины не на официальных СТО. Мы в любом случае ее смотрим снизу, мы в любом случае заглядываем во все щели мыслимые и немыслимые. Мы достаем информацию о электрических блоках жизни автомобиля. в общем все что можно достать от автомобиля мы достаем. Но сегодня видео именно о покраске и сегодня именно о кузове. Я сейчас точно узнаю на фирме гляну, потому что не получилось я вам что-то собрал. Окей. Сейчас я вам точно скажу, сейчас он позвонит, посмотрит. Было пару лет назад, думаете, я там все помню. Да. подожди, так мы оба крыла красим? Не, ну я помню, с дохера таки запахут. Значит больше краски. Так, рассказываю как все было. Из первых пусть. Короче, здесь вот эту наклеечку меняли. С этой стороны у меня царапина была. Вот это что я вам показывал по крылу и по этому и по дверке. И мне красили они вот эту дверку и вот это крыло. С той стороны я просто крыло перекрашивал, потому что у меня собака задрала это крыло. То есть без шпаклевки та сторона вообще левая. А здесь он сказал была глубокая царапина на крыле. Там есть шпаклевка. И там есть место где ее чуть больше миллиметра. Но это не суть. Сейчас были только царапины вот давайте покажу. Давайте покажу. Вот здесь были царапины. я помню крыло зацарапанное. Я думал то с той стороны было. Но здесь не мятое не было. Нафига сюда накладывать было шпаклевку. И с тем сравнить. Может как-то там миллиметры оно считает. микроны или что. Микроны. Но вот здесь есть один момент где есть глубокая царапина вот здесь. Царапина была. Нет смотрите я вам не ничего не варено. залез под подкрылок я вот нащупал что оно здесь абсолютно ровно. Я не говорю что варили здесь не варили ничего это нормально это не страшно не переживайте я понимаю что я фиксирую факт того что совсем чуть в здесь была глубокая царапина вот вот она шла по этой бумажке вот так мне жена цепанула вот здесь они по любому там как там что накладывают на уровне наклеить выше там уже ничего по идее с той стороны больше ну а как может быть вот как то так здесь дверь да здесь дверь вот чуть чуть шпаклевана ну ну ты же где-то в том районе районе наклеить они как-то выводили его красиво один из подписчиков задал мне очень хороший вопрос стоит ли красить автомобиль перед продажей для того чтобы он выглядел лучше но при этом понимая что крашеный автомобиль падает в цене у меня нету единого ответа какого-то универсального для всех есть понимание того что крашеный автомобиль должен стоить дешевле потому что у него был какой-то ригмон как вариант ну конечно нужно смотреть в каждой в каждом случае в частном именно на то место которое нужно красить но если это что-то легкое моя рекомендация этого не делать хотя с другой стороны если сделать качественно то здесь обратная парадигма не докажешь того что сделал качественно и что лучше что хуже у меня нет ответа что я могу сказать точно и наверняка что лучший выход из положения это делать фото видео того как оно было и то что это было действительно не страшно и то что это было действительно царапина и то что это не скрывать где делали потому что многие автосервисы они дают гарантию на свои работы и это в среднем около 3-5 лет поэтому понимая что есть гарантия около 3-5 лет запросто нужно покупать такой автомобиль в нашем случае мы выбрали тот автомобиль который был лучше покрашен человек показал где он его красил он рассказал как его красили ему даже время спустя рассказали что крашено и мы сначала были уверены что крашена одна сторона а по факту оказалась крашена другая сторона но криминала в этом нет и рекомендовать этот автомобиль к покупке я могу ставим хонду на учет и приехал такой вот ну я то понимаю что это не с американского аукциона машина потому как в таком формате она не встанет на учет но это украинская машина которая сейчас реально переоформят и потом встречайте ни бит ни крашен на рынках Украины практически 4 часа оформляли автомобиль сегодня как-то но слегка тяжело получилось и сейчас уже все счастливый владелец поедет в сторону дальше домой ну или куда-нибудь там бороздить просторы родной Украины ну а с вами был Николай Тарануха Киев компания Один Авто всем удачи на дорогах всем пока-пока удачи на дорогах